Приветствую вас. В основе любого чувства вины лежит несколько, лежат несколько важных достаточно факторов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь, речь идет о том, что вы обесцениваете и, по сути, снимаете всякую ответственность с себя, с того, что делаете вы, значит, просто снимаете ответственность с себя за то, что вы делаете. То есть, да, вы совершили измену. Вы совершили измену. Да, это может быть не очень хорошая история. Вот. А может быть это не очень здорово. А что, вот, ну, что вы изменили. Спору нет. Но ключевой момент заключается не в этом, на самом деле. Не в том, что вы изменили, как это не звучало бы. Парадоксально. Ключевой момент заключается в том, почему вы так поступили. Ключевой момент заключается в том, почему вы изменили. Что вас, образно говоря, замотивировало на измену? Ведь вы же, наверное, 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 чего-то хотели бы. Наверное, наверное, вам что-то нужно. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая штука? Вот. Вот. То есть вот этот момент, момент того, чего вам хочется, момент того, что вам нужно, очень важно зафиксировать. Дальше, по общему правилу, чувство вины, это невыразенная агрессия, и, соответственно, где-то вы из себя не защитили, где-то вы из себя не отстояли, вот, и, соответственно, теперь вы из себя вините. Так что здесь нужно смотреть, почему вы изменили мужчине, чего вы хотели, какой интерес вы свой защищали, что вам не хватало, и, соответственно, уже вырабатываем отношение к этому. Вот. Далее. Мужчина, как правило, значит, сам, как и любой партнер, мужчина сам, как правило, вносит свой вклад в то, что происходит. То есть, грубо говоря, мужчина сам вносит вклад, ну, например, в измену. Тоже. То есть, если вы ему изменили, то это, ну, совершенно не обязательно, только ваша, только ваша вина, вот, совершенно не обязательно, что это только ваша ответственность. Это ответственность и мужчины тоже. только нужно поисследовать конкретно, что сам человек сделал для того, чтобы вы так или иначе изменили. Вот. То есть, это очень важная история, это очень важный момент, на который, мне кажется, нужно заострить вам свое внимание, ибо это важно. Далее, значит, теперь вы раскаиваетесь, и вам хочется, чтобы вас, по сути, поймали. Есть в психологической теории такая модель поведения, которая так и называется. Поймали. Вот. То есть, вы ведете себя таким образом, специально, вы ведете себя таким образом, полуосознанно, потому что вам хочется вас поймали. Это, по факту, ваш способ получить свое внимание. Хотя и понятно, что этот способ, ну, далеко, да, не, далеко не самый лучший. Далеко не самый корректный, далеко не самый конструктивный, да. Вот. То есть, ну, вы сами, наверное, в этом отдаете себе отчет. То есть, вам, вам чего-то хочется, да, вы хотите внимания, вы хотите, вероятнее всего вы хотите, чтобы вас, чтобы вас, ну, наказали за то, что вы делали, ну, за то, что вы сделали. Вот. Даже если, при этом ничего, в общем, плохого, да, как такового вы не сделали, не совершили. Вот. Вот. Даже если. А все равно вам хочется, хочется, чтобы вас наказали. Вот. Мне так, по крайней мере, ну, мне так кажется. Вот. А если это так, все, то с этим, опять же, нужно работать, потому что в основе подобного поведения, если что-то и лежит, то в основе этого поведения лежит ваша, ну, такая вот победа. Потребность во внимании. То есть, так вот проявляется ваша нужда во внимании. Так проявляется ваша потребность во внимании. Для вас, вероятно, это может быть единственный известный вам, единственный известный и знакомый вам способ получить то самое внимание. которое, которое, которое вам, ну, которое вы хотите. Вот. Если, я, конечно, вправ, в этой ситуации. Вот. Вот. Ну и, ну и, соответственно, тут уже нужно смотреть, что делать дальше. То есть, что вы хотите делать дальше, что вы готовы делать дальше и так далее. То есть, если вы готовы работать, ну, готовы работать над собой. Вот. С этим можно работать. Такая вот история. Соответственно, с виной нужно работать, потому что причины, причины чувства вины кроется, как бы, как правило, в детстве. Вот. И, и, соответственно, нужно исследовать, как, как, когда, когда оно у вас возникло, чувство вины я имею в виду. И уже, соответственно, эм, исходя из этого, эм, смотреть на дальнейшую стратегию, стратегию психотерапии. Вот. Если вам, опять же, это интересно, вот, то есть, если вы готовы, эм, реально работать над собой, да. Вот. Ну, а молодому человеку, эм, вы сами уже решите, эм, попом, эм, говорить вам что-либо и, или нет. Вот. То есть, вы уже сами для себя можете, я думаю, определить, эм, захотите ли вы ему что-то сказать, захотите ли вы, ну, поделиться, эм, с ним, вот, эм, тем, что вы сделали, или нет. Да, я думаю, что это, это, сугубо вам решать, это сугубо ваше решение. Вот. И, вот для того, как, как, например, вина будет проработана, да, эм, вот. Я думаю, что, эм, вы сможете уже выстра, выстраивать, ну, такие дела, эм, более адекватные отношения, эм, значит, эм, с человеком, вот. Так вот, я думаю, можно вам открыть. Также я думаю, что молодой человек, эм, вам, эм, чем-то дорог, вы за него держитесь, вы им дорожите, вы, очевидно, боитесь его потерять. Вот. Вот. Эм, так что я думаю, что молодой человек вам дорог, вот. И нужно определиться, эм, чем он вам дорог, почему вы, эм, боитесь, эм, его потерять, вот. И какую, свою, например, эм, ценность, какую вашу ценность он имеет, ценность для вас, он имеет, вот. Потому что вы очень, эм, значит, эм, сильно замотивированы, эм, с ним быть. Вот. Мне кажется, что, у этого есть, эм, причины. Избавляться от, эм, чувства вины ни в коем случае не нужно, именно избавляться от чувства вины ни в коем случае не нужно. Потому что, эм, вам чувство вины, а, может, свидетельствует о том, что вы, значит, как-то, вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И на какие-то, значит, ну, свои чувства просто не обращаете внимания, вот, так что от идеи избавиться от вины, несмотря на то, что вам тяжело, я понимаю, лучше, наверное, все-таки отказаться, потому что так вы и свои проблемы не решите. Ну и с молодым человеком желательно определить, в каких отношений вы хотите с ним, вообще, хотите ли вы с ним отношений доверительных, если, то придется, наверное, в таком случае все же ему рассказать правду, потому что, ну, вы сами понимаете, наверное, что, ну, он и сам, в общем, может что-то заподозрить, да, просто из-за того, что вы, ну, можете немного странно себя вести, вот, что-то там, отчитываться перед ним, вот, и так далее. Если он, если же он, эм, узнает от кого-то, да, если если он узнает, ну, там, не от вас, к примеру, это, что хорошего в Доди на самом деле ничего не будет, вот. Ну, вот, в принципе, такой ответ, вот, я думаю, что на этом можно закончить, я хотел бы только пожелать вам, значит, искренности, я хотел бы пожелать вам доверия своим чувствам, я готов бы посылать вам принятия своих желаний, вот, какими бы они ни были, какими бы они ни были, ваши желания, чтобы они себя, вот, вообще не представляли, да? Вот. И я надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом все-таки разрешится. Если это мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!